И хотел бы прочесть красивый текст. Слова эти принадлежат французскому мастеру, его имя Жан Кляйн. К сожалению, он несколько лет назад умер. Но оставил нам эти красивые слова. Он назвал этот текст «незнание». Тот факт, что вы искренне, означает, что вы искали уже в разных направлениях. Желание искать жизнь во многих направлениях. Чтобы открыть свое истинное существо. Происходит от внутреннего желания найти правду. От внутреннего позыва открыть, обнаружить себя. Если вы действительно по-настоящему ищете в разных направлениях, вы в конце концов исчерпываете себя, истощаетесь. И с психологической точки зрения вы становитесь просто банкротом. Вы чувствуете полную беспомощность. Вы чувствуете полную беспомощность. Вы в отчаянии. Вы больше не знаете, куда обратиться. Все улицы кажутся вам тупиками. И мышление ваше больше не помогает. Этот кризис является самым важным моментом в жизни. Вы доходите до состояния полного незнания. Больше нет ни надежды, ни ожиданий. Это редкий случай, когда мышление сталкивается со своими собственными ограничениями. И поскольку само по себе оно бесполезно, мышление просто сдается. Тогда вы открываетесь. Открываетесь для ничего. Открываетесь только ради открытости. Эта открытость является порогом к вашей истинной природе. Оставайтесь в этом незнании. И вы увидите, что произойдет. Мы привыкли к мыслительному процессу. И к чувствам. Для того, чтобы понять что-то. Поэтому нам нужно дойти до конца мышления. Дойти до момента полного истощения, исчерпания себя. А если другими словами сказать. Человеческий ум. Ему необходимо знать свои ограничения. И таким способом, таким образом, возникает полностью расслабленное состояние. Мышление действует во времени и пространстве. Но то, чем мы на самом деле являемся, оно стоит вне времени. Поэтому время, мысли, никогда не могут понять то, что стоит за пределами времени. Когда мысль исчерпала себя, мы стоим на пороге нашей истинной природы. Продолжение следует. ώρα! Продолжение следует. Уберите в месяц.